привет вас лично для вас супер секретная информация новый мирный план китая в случае сейчас эксперты обсуждают украинский зарубежный грех не сказать значит согласно супер секретной информации представитель китая предложил но мирный план ну мир план заключается в следующем российские войска выходят с территории украины за исключением крыма при этом через пять лет к нему проходит референдум под егидой естественно он всех остальных где будет определяться будущее крыма будет ли в составе россии или соответственно в составе украины что касается донбасса то предлагается в течение трех лет переходный период который будет формировать некую автономию донбасса во всяком случае такие разговоры действительно ведутся и в украине тоже и в россии тоже ну что один из бесед в этом случае смотрите со стороны украины по поводу этих таскать разговору ответ был однозначно нет со стороны путина ответ однозначно нет вы помните в любом случае это не вариант ничем отличается от первого варианта и фактически опять же ничего не решает в каком варианте понимаете если сейчас опять залезть в бесконечной дискуссии автономии особого статуса это ничего не даст война будет продолжаться по этой причине я не могу ручаться что действительно это новый китайской флаг не могу сам случай опять же это не официальная информация так само как никто не мог ответить а кто с китайской стороны это передал успеть представитель министерство кто-то может помять и такие ну как бы реверанс и ну нельзя же просто по телефону позвонить у нас нет нет а самое главное сам по себе план в общем-то ничего нового не дает он такие планы раньше поднимали что давайте сейчас выработаем переходный период не сработает опять же классический минск три-четыре пять-шесть понимаете минск показал это не работает как только появляется некая платформа для дискуссии заканчивается война тут одно победа украины и все вообще план зеленского то самый четкий понятный нет я не шучу самый четкий понятный справедливый вопрос россия выходит с территории украины и пожалуйста садим за стол приговоры решаем экономически политически 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 супер политически любые у нас но после выхода российских оккупантов или российских фашистов с территории украины а всевозможные типа переходные и переходные это уже были вот помните по большому счету говоришь вот это там минское соглашение чтобы обмануть пути да прекращай капитуляция полнейшая капитуляция прошла по этой причине ну понятно было самое начало что он тут какая ситуация порошенко выполнил бы этот план выполнил да и автономию все взял бы если бы он как бы сказать это если было возможно потом просто причине же само начало само начало ну не знаю только идиоты какие-то кретин и дебил могли говорить что это можно не ничего лично но когда некоторые эксперты вы знаете я как конкретно как вот вы понимаете это за вопросы это в российским экспертом значит как это сделать но пускай украина нет я спрашиваю не как пускай украина как вы это сделать но как вы этой бандюков донецких в асфальт закатаете вот вы это прекращать вы их сами боитесь ну как вы их в асфальт то есть понимаете для того чтобы их закатать в асфальт но это надо во-первых наступить себе на горло переругаться своими бандюками российские это ж нереально что фантазия плюс ко всему вы же донецким бандюкам оружие дали вы представляете ситуацию сказать сдавайте оружие так во время же с этим оружием важен похлопают ну да вообще так что уже троги понимаете минское соглашение теоретически можно было выполнить если бы не было войны а когда началась война когда появилось оружие когда появились убиты с двух сторон что произошло во первых оружие а во вторых ненависть по этой причине любые попытки любые дискуссии какие-то автономии полотно вы не воспринимается так что тут ситуация довольно простая и понятно что минское соглашение нельзя было выполнить с самого начала это хорошо понимало руководство и россии и украины и всех остальных кто подписывал только всякие дебилы эксперты рассказывали глупости по этой причине сейчас можно запускать разные разговоры разные планы слухи а вот если так если так нет тут все очень просто российские войска выбивают территории украины пока пожалуйста а потом можно поговорить о автономии за автономии и так далее ну что понимаете что когда выбивают российские войска территории украины никакой автономии нет вообще по большому счету хочу обратить ваше внимание что в свое время когда сделали в Крыму автономии тоже говорили что вот мы сейчас делаем в Крыму автономии тем самым все интересы не будет три мало то никто не обращает внимание что вообще по большому счету автономия была ужасно широкая до удаления то есть она фактически предполагала свое правительство свой бюджет свои законы казалось бы куда больше и что сработало просто помните автономия работает если идут снизу федератив на республике Германии там да сначала землю объединились тогда это работает а когда идет сверху она не работает так что по большому счету можете тоже высказать свое мнение как вот к этому новому китайскому плану еще раз говорю я официально специально после людей мне никто не мог подтвердить что официально китайская сторона этот план в курьерской стране представляла то разговоры что она представляла в Кремль но правда никто не может вспомнить кто как это можно было представить план и не ответить кто его представил с китайской стороны так же не бывает в любом случае там же можете представить только какой-то человек весомый но мне и типа там курьер приехал мы с планом ну даже не серьезно соответственно такая так что тут ну что вам скажу забавная тема но более забавная тема другая украинские войска наступают на Татман официальных сообщений нет есть только телеграм-каналы можете почитать вообще телеграм-каналы нас расписались с развахом официальные официально это другое но на всяк случай что вам скучно не было можете пообсуждать наступление украинской армии за прошлой области новое китайское предложение но когда это обсуждать вспомните формулу мира вот это самый правильный точный справедливый объективный и реалистический предложение все остальное это обоговорить все благодарю за внимание пока